Говорит Россия Говорит Россия Москва, Россия На канале наших друзей Мэш-Видео Как отличается уровень жизни в столице и регионах В чем их разница и есть ли у них что-то общее Все это в документальном сериале от Мэш-Видео, который можно посмотреть по ссылке в описании Приветствую вас Сегодня вы услышите разные вопросы Ваша задача выбрать тот ответ, который наиболее близок именно вам К сожалению, шестеро представителей возрастной группы 25-34 не смогли доехать Поэтому будут голосовать онлайн Перед началом не забудьте поставить лайк и подписаться на канал Сделали? Тогда начнем Ай, я знала, ты будешь танец! Я считаю, что здесь ничего страшного нет Своей энергией надо делиться и нельзя держать в себе, как говорится Ну вот это Ну, неинтересно То есть до этого вопроса моя жизнь мне казалась скучной Но потом я встала на да Ну смотрите, сколько вокруг людей Красивых, некрасивых С ногами и без Выбирай на любой вкус, господи Вот мастурбация, ну это просто опустошиться и все А тут? Ну тут надо убрать просто какое-то свое стеснение И дать волю своей фантазии, своим эмоциям Вот, и получать от этого удовольствие с тем, с кем ты хочешь А не вот с этой вот ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пользуюсь WhatsApp, Telegram, мне даже уведомления вообще глючи-то не приходят. Я вообще Telegram ненавижу. Я не понимаю, как в ней можно сидеть. WhatsApp, я считаю, что это очень удобно, просто, с комфортом. Субтитры сделал DimaTorzok В принципе, грех жаловаться, но всегда хочется больше. Я доволен своим финансовым положением и ожидаемо, что большинство встало на позицию недовольны своим финансовым положением. Я общаюсь со знакомыми миллионерами и на самом деле они все поголовно чуть-чуть недовольны своим финансовым положением. Это им позволяет расти. Мы сами идем на ту работу, которая, соответственно, приносит нам тот доход, который мы хотим. То есть я зарабатывал всегда столько, сколько мне хватало на жизни. Я могу путешествовать, я могу помогать людям. То есть я полностью, пока полностью доволен. Конечно, сейчас доллар немножко там скачет, но из-за пандемии теперь не выезжаю за границу не так часто, как раньше. Поэтому пока мне все достаточно. Конечно, дальше, дальше, больше, дальше, лучше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По поводу порно, отлично. Да, и это интересно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я чищу зубы до завтрака. Я не понимаю, как люди чистят после завтрака. Мне это просто мерзко и неприятно. До завтрака. Продолжение следует... 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 Дедушка, куда вы идёте? Сиди там мне! Дедушка, куда вы идёте? У человека, который способен построить карьеру, то он очень вдохновляет, и у него очень хороший подход к тому, как нужно преподнести свой материал, и почему именно его должны смотреть. И мне кажется, он достойно занимает первое место. Я отношусь к его творчеству как к современному способу быстрого зарабатывания денежных средств. На пустоте, на безумии, на невнимательности, на отсутствии каких-то особых требований, а, наверное, на опирании своего интеллекта на таком, на уровне индейцев, что ли. И это достаточно эффективно работает. Вы знаете, вот все говорят, что молодёжь плохая. Я помню себя в 90-х. Но, если честно, мы были хуже. Потому что мы могли просто на улице забить до смерти человека, не объясняя совершенно ничего. Да, это были 90-е. Сейчас молодёжь, ну, как-то полегче немножко. Так что, может, пускай Моргенштерна слушают? Моргенштерна слушают? Конечно, смотрю, я даже свою страницу завела. Мне это очень интересно, потому что, ну, круто, интересные вещи есть. Ну, мне кажется, поменять нужно ситуацию, потому что нужно более специализированное дело, потому что перед разнивалки и кривлялки уже надоели. Да, я смотрю, но я бы хотел ещё ответить на вопрос, который не был задан касаемо ТикТока. Против я ТикТока или нет? Я против него. Потому что я в этом вижу глобальную катастрофу. Люди смотрят эти видео по 15 секунд с постоянной сменной картинкой. И я лично по своему опыту скажу, что ты становишься в расфокусе, менее сосредоточен на каких-то длительных процессах. То есть тебе... Я не могу уже смотреть ролики длиннее, чем 2 минуты. Я не могу долго заниматься какой-то рутиной и кропотливо работать, потому что моё внимание, оно не устичивается. И с этим проблемой. И когда ты смотришь видео, свайпаешь, следующее, 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 реально не замечаешь, как выпадаешь из жизни, просто как какая-то, знаете, социальная пустышка. Как вы знаете, вот младенцам дают пустышку, чтобы он просто не плакал, сидел и вот сосал её. Вот так же я считаю, что ТикТок это просто социальная пустышка. И я обращаюсь ко всем, просто будьте с ТикТоком осторожны. ТикТок Мы жили уже в то время, когда у нас сортировали мусор, хотя сейчас уже тоже везде объявление, что там банки отдельная, мусор отдельная. Ну вот полгода с эпидемией, с этой, проживая на даче, как бы мы всё равно в контейнер выбрасываем всё вместе. Субтитры сделал DimaTorzok 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 У меня есть бывший человек, но я с ним не общаюсь. Не вижу в этом смысла. Да, всегда. Я всегда общаюсь с людьми, которые были в моей жизни, я всегда расстаюсь хорошо и расстаюсь с друзьями, потому что я считаю, каждый человек, который пришел в нашу жизнь, он нам дал счастье. Пускай эти были минуты, короткие или длинные, пускай они прошли, но они были, поэтому прежде всего эти люди дали нам опыт, а благодаря опыту мы становимся мудрее. Да, я общаюсь. К сожалению или счастью, со многими своими бывшими я нахожусь в непосредственном контакте из-за работы, из-за большого количества общих друзей, но я не считаю, что это сильно плохо. Общаюсь. Вообще считаю это нормой. Бывший — это тот, кто занял какую-то часть твоей жизни, и если у тебя остались особенно какие-то приятные, дружеские воспоминания, какие-то общие знакомые, мне кажется, не нужно закрывать эти двери, не потому что тебе хочется в них вернуться, а потому что просто надо оставаться людьми. На этом мы закончим сегодняшний выпуск. Спасибо за ваше мнение. Было очень интересно узнать их. Помните, что результаты не претендуют на истину. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!